Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Аксёнов. Это геймплен, рубрика, посвященная обзору игр для Android. Ставь класс под видео и погнали! Сегодня в выпуске вы увидите 5 новых Android-аркад, и первая из них это Mutation Mesh. В этой игре вы будете производить какой-то своеобразный мутаген, и получив его достаточное количество, вы сможете, соответственно, начать миссию. Мутаген у нас производится на таких вот заводах. Эти заводы вы можете апгрейдить, улучшать их и так далее. Ну что ж, давайте теперь посмотрим на миссию и посмотрим, в чем же будет заключаться основная суть игры. Так, продолжим с той миссией, на которой я остановился. Для старта нам необходим 562 вот этих вот мутагена. Приступим к игре, и в награду мы, в принципе, получим тоже достаточно много. Что же нам здесь нужно будет делать? Нам нужно будет распределять вот этих вот животных для того, чтобы получать комбинации и создавать мутантов. Соединив три одинаковых животных не обязательно в ряд, а хотя бы просто их рядом, то мы получаем специальную такую вот связочку, из которой мы будем получать, соответственно, мутантов. В данной миссии нам необходимо просто продержаться определенное количество времени. Также здесь есть другой тип миссии, где нам необходимо будет не продержаться определенное время, а, так сказать, собрать определенные виды и комбинации. В общем, нам будет необходимо еще не только успевать реагировать на, соответственно, появление животных, но еще и создавать нужные. Идея игры мне понравилась. Это такая вот своеобразная связь игры три в ряд, и какой-то еще небольшой такой вот необычный ферма. Дальше будут появляться новые режимы игры, и я думаю, они тоже приятно удивят. Вторая игра тоже не менее удивительная, и называется она Earthworm Alchemy. В данной игре вы будете играть за вот такого вот земляного червя. Кстати, вы ему сможете покупать различные костюмчики. Я ему приобрел костюмчик панка, и теперь наша задача уворачиваться от бомб и собирать вот этот вот зеленый корм. Собирая его, наш червячок будет расти. В данный момент мой червяк имеет рост уже 20 сантиметров. Наша задача вырастить его как можно больше, и, соответственно, сделать этого червя просто мега-гигантским. Причем он будет расти, и наш червь будет становиться весьма разнообразным. Вот можно посмотреть всю его длину, и на каждом отрезке, на каждом сантиметре, наш червь выглядит совершенно иначе. Что же здесь у нас еще имеется, помимо всего этого? Здесь мы можем смотреть ачивки, которые мы разблокировали. Дальше в разделе покупки мы можем покупать специальные наборы еды для того, чтобы расти быстрее. Кристаллы. Также донатить другие зеленые кристаллы. И также еще есть костюмы. Здесь вот вы можете приобретать различные наряды для своего любимого червячка. Аркада очень простая, весьма необычная. Немножечко, наверное, трэшовая. И, наверное, благодаря своей трэшовости она и привлекает свое внимание. И из-за этого хочется все-таки поиграть и посмотреть, что же будет дальше. Какой червяк вырастет на следующем своем отрезке размером в сантиметр. Аркадка простая, понравится, может быть, не всем. Но, думаю, данный графический стиль оформления привлечет многих точно так же, как и меня. Не будем далеко отходить от темы землекопания. Игра называется Crazy Digger. И в этой игре вам необходимо будет исследовать то, что находится под землей. То есть бурлить, точнее не бурлить, а бурить землю. У вас имеются вот две кнопочки влево и вправо, с помощью которых вы можете поворачивать. Но поворачивать вы можете только до определенного угла. Вот до такого. То есть дальше вы повернуть не сможете. Как только вы соберете необходимое количество золота, откроется специальное меню, в которое вы сможете производить апдейт. Итак, давайте что сделаем. Я предлагаю, наверное, в первую очередь добавить дополнительный-дополнительный движок. Возможно, это будет не совсем удачная покупка, потому что мы будем немножечко застревать. Но в будущем, в принципе, это нам позволит неплохо углубиться вниз. У нас имеется четыре типа вот этих вот блоков, которые мы можем, соответственно, сюда цеплять. Это блок охлаждения, потому что нам необходимо охлаждаться, иначе мы перегреемся, и тогда, к сожалению, проиграем. Дальше есть блок с гусеницами, то есть отвечающий за скорость нашего передвижения. Он нам также необходим. Для чего же он нам нужен? Для того, чтобы быстрее уходить на определенную глубину, и для того, чтобы, соответственно, тащить многочисленные блоки. Потому что постепенно вы будете их ставить все больше и больше, и мощности ваше вот это вот средство транспорта будет, наверное, немножечко не хватать. А что есть еще? Помимо всего этого, есть другие виды блоков. Это лазерные пушки, которые будут помогать вам разрушать объекты впереди, перед вами, а также сбоку. И благодаря этому вы сможете зарабатывать больше золота. В общем-то, все блоки нужные, все полезные, но как же создать идеальную форму вот данного транспортного средства для того, чтобы пройти как можно дальше? Это, конечно же, секрет, и его каждый сам сможет разгадать. В чем же, наверное, смысл игры? Смысл игры прокопать как можно глубже, ведь чем дальше будете углубляться, тем быстрее вас будет догонять лавовый поток. И этот лавовый поток является, соответственно, финишем. То есть, если он вас догонит, то вы, к сожалению, проиграете. Попробуйте, поиграйте. Игра мне действительно понравилась, она очень интересна, необычна, и позволяет вам конструировать свои вот такие вот транспортные средства, с помощью которых вы сможете копать землю и исследовать ее глубины. Четвертая игра — это головоломка под названием Funky Light. В этой игре вам необходимо что будет делать? Вам необходимо будет соединять вот такие вот комбинации. Данную миссию я уже прошел, то есть вам необходимо источник света соединить с выходом. Дальше будут появляться еще более сложные элементы. Например, что у нас имеется здесь? А здесь у нас имеется специальное вот такое вот зеркало, которое может отражать, точнее разделять поток света на лучи. Специальное такое вот стеклышко, которое может превращать свет в свет определенного цвета. Вот так вот. И нам необходимо создать правильную комбинацию для того, чтобы, соответственно, вот эти вот выходы получили, соответственно, нужный цвет. Так, один цвет мы попали, попали во второй, и теперь нам нужно попасть еще в третий. А чтобы это сделать, я думаю, у нас возникнет небольшая проблемка. Но, в принципе, со всем этим можно легко разобраться, стоит только более внимательно посмотреть на все, что здесь имеется. И тогда, я думаю, вы сможете с легкостью пройти данные миссии. Миссий здесь много, поначалу они очень простенькие, и благодаря этому, наверное, игра и сможет затянуть на более-менее длительное время. Всем ее советую, попробуйте, поиграйте, она совершенно бесплатная. Последняя игра называется Firewater Cowboy Chase. Данная игра представляет из себя 2D Runner, и посмотрим, что же здесь у нас имеется. У нас имеется ряд миссий, которые мы можем выполнять. Также мы можем кастомизировать нашего персонажа, нашего ковбоя, покупать ему ботиночки, штанишки, жакетики и также еще шляпы различные. Но не будем об этом. Давайте отправимся в забег и посмотрим на саму игру. Здесь присутствуют 3 вида локаций, которые вы сможете открыть, достигнув определенного уровня. Это пустыня, город и также еще поезд. Отправимся в забег. Из элементов управления у нас имеется кнопочка прыжка и кнопочка подката, для того, чтобы избегать множества различных препятствий. Но в пустыне какие могут быть препятствия? Это кактусы и другие-другие подобные штуки. После того, как вы собираете 3 бутылки, вы получаете доступ к специальному ускорению. То есть вы можете ревко оторваться от злых индейцев, которые за вами бегут. Поэтому не упускайте бутылки и тогда эти индейцы вас догнать, к счастью или к сожалению, не смогут. В общем, что здесь есть еще? А также здесь есть летающий патрон, для чего они нужны. В конце уровня, когда вас поймают индейцы, вы сможете использовать патрон, для того, чтобы выстрелить по бутылкам и совершенно рандомно получить или же не получить какой-нибудь вид награды. В общем, как-то так. Также здесь можно совершать двойной прыжок, иногда он потребуется, но в большинстве своем вы будете просто ускоряться и благодаря этому разрушать все имеющиеся препятствия. В игре присутствует веселая музыка, хорошая и качественная анимация и веселенькая графика. В общем, в принципе, раннер удался, но весьма, наверное, разнообразен. Хотелось бы каких-нибудь более разнообразных миссий, более разнообразных ландшафтов. А здесь все относительно ровненько, плоско и, наверное, только мотивирует играть в эту игру то, что здесь присутствуют еще две другие локации. Интересно посмотреть, что же будет там. Ну что ж, дорогие друзья, вот и все на сегодня. Всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх под видео. Всем пока и удачи!